Фамилия. Майор Антуан Сент-Экзюпери. Дата вылета. 31 июля 1944 года. 8 часов 45 минут. Задание. Аэрофотосъемка к востоку от города Леон. Отметка о выполнении задания. Снимков нет. Пилот не вернулся на базу. Считается пропавшим. Из рапорта Средиземноморского авиасоединения. Пилот не вернулся на базу. Пилот не вернулся на базу. Пилот не вернулся на базу. Я вам не помешал? Ничего я научилась работать при посторонних. Я привыкла. Туристы рассматривают меня как достопримечательность. Вы серб или чех? Я русский. Я не турист. Я приехал с делегации на авиационную выставку. Ах, это вы являетесь главной сенсацией Парижа 65-го года. Я читала, читала. Вы собираетесь перебрасывать пассажиров со скоростью звука. Прелестно. Извините, я должна работать. У меня мало времени. Мне недолго осталось жить, а сделать надо так много. Не сегодня, а завтра я шагну в вечность. Совершу свой последний перелет. Да, а вы знаете, мой сын был в России. Да, и мне посчастливилось познакомиться с ним в Москве. Как ваша фамилия? Шубин. 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 Сент-Экс не вспоминал такого Василия Блаженного? Блаженный? А это ваш псевдоним? Прозвище. Вот. Блаженный. Вы летчик. Блаженный, да. Да, да. Вспоминал. Вспоминал. Проходите. Спасибо. Пожалуйста. Спасибо. Извините меня за беспорядок. Ой, если бы я знала, что у меня будет такой гость. У меня скверное произношение. У вас отличное произношение. Я никогда не думал, что москвички говорят, как парижан. Вы говорите правду? Мадам. Хотя какой француз? Француз скажет даме правду. Я даю уроки французского языка в школе и на дому, но мне не с кем поговорить по-французски. Поэтому я затащила вас к себе. Извините мне мою бессоременность. Я так люблю французский язык. Это я должен просить прощения за то, что я напросился к вам. Но мне показывают Москву, монастыри, церкви, русскую старину. Она так очаровательна и поэтична. Но мне очень хочется знать, как живут русские сейчас. А не в старину. Увы. Я тоже русская старина. Мадам, не наставляйте мне говорить банальные комплименты. Вы очень интересная женщина. Правда? Конечно. Благодарю вас. Прошу вас, пожалуйста. Прошу вас, не пациент. Нет, прошу вас. Спасибо. А сколько же комнат в вашей квартире? Пять. У вас большая семья. Увы. Я одинок. А зачем же вам такая большая квартира? Я здесь родилась. А-а-а. Привыкла. И это не очень дорогая привычка. Ради бога. Простите мою назойливость. Но ведь я журналист. Журналист? Да, журналист. А-а-а. Ну, это... Коммунальная квартира. Что такое коммунальная квартира? Ну, это... Ой, я понимаю. Я понимаю, это коммуна, да? Нет. Нет? Нет. Нет, нет, не совсем. А, ну да, вы, вероятно, живете с родственниками. Да нет же. Нет. Нет. Это просто так, да. Ну, соединились, съехались несколько жильцов. Да. А-а-а. А по какому принципу объединились? Вас связывают общие интересы? Вы играете в карты, в лото, занимаетесь спиритизмом? Чем? Спиритизмом. Господь с вами что? Нет. Нет. Меня уплотнили. Ну, как это? Ну, что вы, как это уплотнили? Вселили жильцов. А зачем же вы позволили пускать чужих людей в вашу квартиру? Это сделали без моего разрешения, после революции, которую тоже устроили без моего разрешения. Я понимаю, я понимаю, вам не удалось уехать за границу? Нет. Нет? Нет. Нет. Не захотела. Вот, вы понимаете, я не могу без России, без Москвы, без Тверского бульвара. Вы знаете, если я утром не поздороваюсь с Александром Сергеевичем, у меня испорчен день. А кто это Александр Сергеевич? Пушкин памятник. Ага. Вы видели, да? Вот. Да, я иногда с ним здороваюсь по-французски. Вот он знал французское в совершенстве. Знаете, поздороваюсь, и сразу хорошее настроение. И что же много в Москве вот таких коммунальных квестов? Да, я боюсь. Я понимаю. Я все понимаю. Мало. Мало? Мало. Нет, я так и пишу. Очень мало. Я и пишу очень мало. Очень мало. Очень мало, да, пожалуйста. Да, и вообще коммунальная квартира имеет свои преимущества. Да. Ой, заболеешь. За тобой ухаживают. Вот сейчас соседка заняла мне очередь за булками, и я ей очень благодарна за это. Ой. Зачем очередь? Я не знаю, ну, за булками. А почему не пойти в другую булочную? Там тоже очередь. Ах, вот. Ой. Боже мой, куда я одевала карточку? Карточку. Одну минуту. Карточку. Вы хотите подарить мне вашу фотографию. Спасибо. Да нет, что вы. Спасибо. Я ищу хлебную карточку. Боже мой. Такая досада. Понимаете, дают булки. А я потеряла карточку. Дают булки. Дают булки, я понимаю. Дают булки бесплатно. Коммуна, да? Нет. Нет? Нет, не бесплатно. За деньги дают. Если за деньги, то почему дают? Продают? А если продают, зачем карточки? Да. А? Действительно. А зачем карточки, а? И как вам объяснить, я не знаю. О, прекрасно. Прекрасно, Васенька. Вот, прекрасно. Познакомьтесь, пожалуйста. Это мой ученик. Василий Шубин. А это наш гость из Франции. Граф. Граф. Антуан де Сент-Экдепери. Журналист. И летчик. Летчик, ну, и журналист. И летчик, и журналист. Это прекрасно. Вот. Вася, вам все-все объяснит. Вы понимаете, я бывшая, и мне трудно разобраться. Господь, как этого понять, бывшая? Буржуйка. Буржуйка? А, буржуйка. 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 Да. Васенька, господин Десент-Экдепери не понимает по-русски. Вам придется объясняться по-французски. Да я боюсь, что я не справлюсь. Что такое? Чему я вас учу? Хорошо, хорошо, хорошо. Времени. Очень хорошая для вас практика. Поговорите. А я пойду и приготовлю кофе. Васенька, в такой день я потеряла карточку. Мадам, ради бога, простите меня. Да. А у меня написано, буржуйка, это печка. Ай, б... Ой, простите, пожалуйста. Мне никогда этого в голову не приходило. Вы знаете, что это справедливо. А это тоже бывшая-бывшая печка. Тут все бывшее. Ага. И человек буржуйка, и печка буржуйка, если они бывшие. Что вы на меня так смотрите? Думаете, я шпион, да? Ну почему? На меня предупредили, что у вас в стране всех иностранцев принимают за шпионов. Честное слово, я не шпион. Не веришь. Да какой же из вас шпион, если вы не знаете русского языка? Я вам признаюсь, я впервые вижу живого графа. Ага, да, да. Я знаю, что в России всех аристократов считают классовыми врагами. Но может быть вас утешит то, что мой отец был агентом страховой компании. Да, вы знаете, он у меня был граф, но он был такой бедный человек. Неужели во всей Москве стоят в очереди за булками? Почему только в Москве, в Ленинграде, в Саратове и в Киеве? Вся Россия стоит в очереди за булками. Да нет, не вся Россия. А, вот это интересно. А в каких городах нет очереди? Во многих. А вот почему там не стоят в очереди за булками? Потому что там нет булок. Простите. Простите. Ну, а вы тоже, конечно, вероятно, живете в коммунальной квартире. Да нет, я живу не в коммунальной. А, ну да, я понимаю. Да, да, я понимаю, это только бывших заставляют жить в коммунальной квартире. Ну, почему только бывших? Там много и настоящих, и будущих. Много, да? А вот ваша учительница сказала, что коммунальных квартир мало? Ну, побольше, чем отдельно. Ну, значит, она лгуния, да? Что вы? Она, она патриотка. Ну, стесняется нашей нужды. А как же так? Бывшая и вдруг патриотка? Ну, она уже бывшая, бывшая. Ну, а сейчас вкалывает, как и все. Что она делает? А, работает. А, сказал, вкалывает. Ну, это одно и то же. Ах, это синоним. Синоним. А, ну да, я понимаю. Значит, по-русски работать, это вкалывать. Вы знаете, ее недавно повесили на доску. Я хотел сказать, что ее фотографию повесили на доску почет. А, я-то ведь что-то... А, я-то ведь это очень смешно повесили на доску. Закурим. Ну, садитесь. Спасибо. Скажите, а зачем это вы изучаете французский язык? Это, может быть, вы шпион, а? Что вы. Я строитель. Да, в будущем ваш коллега. Я учусь в летной школе без отрыва от производства. Без отрыва? Да. Ну, стесня. Да я не один такой. Многие увлекаются авиацией. Да я не знаю, многие ли увлекаются, а занимаются много. А увлекаюсь я и философией. Вы не очень разбрасываете. Приходит, ну, пятилетка. Ну, да, пятилетка. Я понимаю. Нет, я ведь почему спрашиваю, потому что я тоже очень увлекаюсь философией. Ну, вы знаете, философия у меня столько отнимает времени, ой, даже гораздо больше, чем литература. Но зато, конечно, приносит истинно интеллектуальное наслаждение. А, вот это, смотря какая философия. И на нее вызывает просто отвращение. Вот у вас не возникало такого желания иных философов излупить? Мне не приходило в голову схватиться с философами в рукопаш. Нет, ну почему же все-таки вы изучаете французский язык? Вам надо изучать немецкий, ведь ваш бог Карл Маркс. Все началось с него. Ну, положим, все началось с вас, с Франции. Утопический социализм, парижская коммуна, бастилия. Даже наш гимн интернационал родился у вас во Франции. Вы интернационалист? Ну, конечно же, коммунист. Нет, я тоже интернационалист, но я не коммунист. Правда, в Париже в салонах меня называют коммунистом. Но, по-моему, это преувеличение. Смотрю я на вас и вспоминаю свою молодость. Боже мой, я когда был молод, я тоже очень жадно хватался за все. Все мне в вас нравится, кроме одного. Вы извините, но я всегда говорю людям правду в глаза. Меня предупреждали, что вас в России коммунисты пользуются привилегиями. Вы молодой человек, живете в отдельной квартире, а ваша пожилая учительница ютится в коммунальный вам, коммунисту, не совестно? А кто вам сказал, что я живу в отдельной квартире? Сам сказал. Сам сказал, живу не в коммунальной. Правильно, не в коммунальной, я живу в общежитии. Это что-то такое? Что это такое? Ах, общежитие. Вот это коммуна, да? Да ну что вы. Ну это нас в одной комнате шестеро. А почему же вы, строители, не построите себе дом? Так нам нужно сначала построить завод на пятилетках. Нет, это я не могу понять, никакой завод. Как же это можно, чтобы шесть чужих друг к другу людей в одной комнате? Ну почему чужих? Ну конечно там тесновато, но ребят у нас вот такие мировые. Слушайте, знаете что? Поедемте к нам в общагу. Куда поедем? В общежитие. Ага, ну да-да, это опять синоним. Синоним точно. У нас сегодня субботник, вам будет интересно. Ай, субботник это я знаю. Субботник это вечеринка. Да нет. Мы сначала поработаем, потом поужинаем, а вот уже потом будет концерт. Хороший артист. Что, мировой оркестр, свои же ребята. Вы и музыкой занимаетесь без отрыва от производства. Так приходится. Ну да, пятилетка. И вдобав в четыре года, но без музыки тоска. Ну как? Вам удалось понять друг друга? Да, начинаем понимать. Я поняла. Прошу к столу. Вообще мы уезжаем. Куда? Вообще тяже. Ой, ведь блаженный. Ну вы что, собираетесь принимать нашего гостя в общежитие? Так а что нам стесняться? Пусть смотрит и плохое, и хорошее. Он же грамм. Ну и что он грамм? Ой, Боже мой, не зря я называю вас блаженным, Вася. Блаженный? Да. А что такое блаженный? Это значит с придурью. Ага. О, блаженный. Вообще было бы неплохо вам пожить у нас в общежитии. Ну да, седьмым в вашей комнате. Вот беда в том, что негде вас поместить. А то мы сделали из графа парня своего в доску. Ну пошли. Я слушаю. Кого бы они из меня сделали? Я не знаю. Ну что это такое слою в доску? Это... Это... Не переводи моя игра слов. Ага. Ну это прилично, да? Абсолютно. Всего хорошего. Значит я могу сказать президенту, что он слою в доску. Да, скажите, ну. До свидания. Вася Божий. И вы привели сюда эту машину, которая будет выгонять звук. Увы. Я прилетел сюда в качестве пассажира. Я уже не летаю, только учу. Вот. Позвольте, а как же вы меня разыскали? Неужели моя фамилия в списках путеводителей по Франции? О нет, нет. Тогда я совсем не смогу работать. А я узнал о вас совершенно случайно. Я пошел на выставку и увидел ваши картины. Признаться, я не думал, что мать Сент-Экзюпери... Еще жива. Да, да, конечно. Конечно, это неприлично так долго задерживаться. Но там, на небесах, такая же неразбериха, как и тут на земле. Им надо было взять кого-нибудь из Экзюпери. И они схватили ни в чем не повинного Тоню, а оставили здорную старуху, никому не нужную. Около ваших картин всегда толпа. О нет, нет, это не из-за меня. Из-за Антуана. Но я бы никогда не удалось прославиться. Антуан это сделал из-за себя. Из-за меня. Вы знаете, мне захотелось увидеть женщину, воспитавшую такого сына, и поклониться ей с благодарностью. Нет, нет, нет. Тоню сам занимался своим воспитанием. Да, будучи младенцем, он потерял отца. Подросткам ему пришлось расстаться со мной. Началась война. Я проводила мальчиков в колледж, а сама пошла в госпиталь. Сестрой милосердием. Воспитывать можно и на расстоянии. Пример всегда убедительный, норовоучение. Вы знаете, мы с Тонией очень, очень любили друг друга, но он был всегда далеко-далеко от меня. Может быть, поэтому он мне всегда говорил вы. У нас в старину, в России, раньше родителям тоже говорили вы. Но теперь не говорят. Я не думаю, что это лучше. А вы своей матери, говорите вы. Моя мать погибла во время войны. О, а я живу. Да, я ждала его годами, а видела часами. Стоило ему появиться, я не радовалась. Нет, я тревожилась. Он всегда собирался в новую дорогу, всегда дальнюю, всегда опасную. Он приходил ко мне передохнуть перед крутым поворотом. А крутых поворотов в его жизни было достаточно. До встречи нам. До встречи нам. Арестованный, где вы? Слава богу, нашелся хоть один испанец, который понимает по-французски. Прежде всего, я требую, чтобы мне объяснили, почему меня арестовали. Я требую. Почему еще требует, наглец? Дать бы тебе по морде. Я требую, чтобы мне объяснили, почему меня схватили, связали и сбили и бросили в эту дыру. Мне надо писать. Что, не удалось передать шифровку? Теперь, слава богу, не удастся. Арестованный, предупреждаю, за ложные показания вы будете отвечать по законам войного времени. Ваше имя и фамилия? Василий Блаженный. Откуда вам известно мое прозвище? Ну как же. Мы с вами встречались в Москве. Неужели вы забыли? Раз в жизни удалось увидеть живого графа, и то позабыли. Сентрекс. Сентрекс. Вот уж не ожидал встречи вас здесь, в Испании. А почему же не ожидал? Что не поверил, что я интернационалист, да? А еще говорил свой в достечку. В доску. Ага, в доску. Ну здравствуйте. Здравствуйте, до свидания. А за что вас арестовали? Меня подвело мое дурацкое любопытство. Я пробирался к линии фронта, увидел замечательный куст, так я решил его сфотографировать. А из-за замечательного куста выскочили люди с карабинами и схватили меня. Я пытался им что-то объяснить, но по-испански я знаю только о-о-о-о. Нашел место, где фотографировал. Здесь же полевой аэродром. Ну, отлично замаскировались. Молодцы. Провести такого старого воздушного волка, как я. Воздушный волк. Да вы хоть сейчас-то понимаете, что вам грозило? Мне кажется, я поблизости. Кто бы вас стал допрашивать? Вас бы расстреляли на рассвете. Дайте закурить. Опять русская папироса. Спасибо. Какая чудная ночь. А мне сейчас почему-то вспомнились ваши товарищи, которые, помните, тогда в Москве играли моц. Здесь расстреливают запросто, словно деревья вырубают. Вот сейчас убили человека, который, может быть, стал бы Моцартом. Вы, конечно, летаете, но я только пишу. Вы были в Мадриде. Как вам тяжело? Но может ли быть легко городу, по которому стреляют каждую минуту? Ведь каждый снаряд попадает в цель. Я не знаю, что страшнее. Домохозяйка на улице с выворотченными внутренностями или конъяшка, смывающая ведром воды кровь с тротуара. Не понимаю, какую цель преследуют фашисты, уничтожая мирное население. Деморализующая? Нет. Обстрел не разобщает людей, наоборот, он их сплачивает. Вот так уж устроены простые люди. Испытания только укрепляют их силу. Посмотрите, святая. Ай, какой чудесный будет завтра день. А вы должны его запомнить и праздновать как день своего рождения. Я могу теперь праздновать свой день рождения раз пять в году. Знаете, где я встречал Новый год? В Ливийской пустыне у останков самолета. Ну, все равно. Вы мой спаситель. Этот день мы празднуем вместе. Я угощаю. Не могу. Что такое? Опять не пьете? Сегодня будет много работы. Много вылитов. Пахли. Как поживает мадам печка? Ой, буржуйка. Мамочка, я бы хотел, чтобы вы не беспокоились обо мне. И чтобы это письмо дошло до вас. Мне очень хорошо. Совсем хорошо. Хорошо. Мне только очень грустно. Оттого, что я так давно вас не видел. И я очень тревожусь за вас, моя старенькая, любимая мамочка. Как несчастна наша эпоха. Вот, это было его последнее письмо. Я получила его вместе с извещением от командования, что он считается погибшим. Но я был в это время в Тулузе. И вы с ним там встретили? Чуть-чуть. Чуть-чуть. Опоздал. Во. А теперь уже много лет. Я пишу его портреты. Можно взглянуть еще раз? Конечно. Правда, все мои картины всегда напоминали каких-нибудь художников. Вам это кого-нибудь напоминает? Это мне напоминает Сентекса. Серьезно? Да. Вам нравится? Да? Очень. Возьмите. Возьмите его с собой туда, в Россию. Может быть, эта картина украсит вашу квартиру? Ну, для портрета Сент-Экзи-Пери мы найдем более почетное место. Вы знаете, когда Сент-Экзи был у нас в Москве, его же еще никто не знал. А вот если бы он сейчас к нам приехал, как бы мы его встретили? Да. Послушайте, блаженный, а что, если вы меня возьмете с собой в Россию на этом вашем новом самолете унестись в вечность со скоростью звука? Прилетно. Вы, наверное, будете смеяться, но ужасно не хочется умирать. Господь подарил мне длинную жизнь. Обошлась я с ней бездарно, даже ни разу не летала на аэроплане. Тоню он столько раз хотел меня взять с собой в полет, но не успел. Он думал прожить долго, прожил мало. Ну, он мало прожил для себя, а для нас-то он будет жить вечно. Ну, прекрасно сказали. Вечно. 29 июня 1900 года у графа Жана де Сент-Экзюпери, происходящего из старинного рыцарского рода, служащего инспектором страховой компании, и Марии де Фонско-Лонг, родился сын Антуан из свидетельства о рождении. Сент-Экзюпери, Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова